Итак, продолжаем проводить игру Покемон Икс. Мы добрались до города Сил Эйдж, наконец-то, столкнувшись до этого, наконец-то с вражеской командой, которая называется команда Факел и является такой же оригинальной, как команда Рокет или команда Галактика и так далее. Итак, ну, пока что, видимо, я всю серию проведу, очевидно, в этом городе, потому что здесь нас ждёт много всего интересненького и встреча с геймлидером, наконец-то, блин, с геймлидером хоть каким-то мы встретимся. Поэтому мы здесь задержимся надолго, очевидно. Неудачная рыбалка? Попытайся в другом месте. Движение неэффективно, пытайся ещё одно. Когда вещи не идут хорошо, всегда хорошая идея попытаться что-нибудь другое. Ну, хоть кто-то сказал какую-то интересную вещь на самом-то деле. Молодец, правильно мужик сказал. Вернее, пацанчик, анимешный велосипедист. Так, ладно. Ты найдёшь геймлидера в этом городе на вершине того холма, вон там. Да. Я, может быть, и проиграю ему, вернее, я, может быть, и проигрываю к ним, ему, фу-то, блин, в велосипедной гонке, но я отомщу ему в покемонской битве. Да уж. Ну, ладно. Но я буду первым, я буду первым, кто отомстит ему, так сказать. Кстати говоря, если не ошибаюсь, здесь как раз-таки действительно нужен велосипед, потому что мы не можем, например, заехать вот сюда. Здесь нужен велосипед, опять же. Ну, ладно, посмотрим. Так, пока что у меня ничего такого нет, у меня есть только мои роликовые коньки, от которых толку, конечно, немного. Так, ладно, пойдём грабить дома, как обычно, в общем-то. Если у тебя есть покемон, держащий вещи, ты продал его кому-нибудь, или ты его кому-нибудь продал, ты можешь дать твоему партнёру по трейду хороший маленький сюрприз. Ну, это, конечно, неплохо, но нет что-то этого на самом-то деле. Знаешь что? Некоторые покемоны эволюционируют, когда ты торгуешь, вернее, подаёшь их друзьям. Это я знаю. Только если некоторые покемоны эволюционируют просто от трейда, то некоторые требуют именно определённые вещи. Например, Slowpoke требует King's Rock, чтобы можно было эволюционировать его в Slowking. Привет, тренер, если ты хочешь, возьми это с собой. Эм, Vipidream, какая-то мечта. Ну, ладно. Некоторые покемоны любят взбитые сливки или типа того, и другие любят запахи и цветочки всякие. Это даёт всем видам покемонов бегать вокруг по всему миру или типа того. Ну, ладно. Может быть, это полезная вещь, может быть, тоже стоит продать её за копеечки. Так, ну ладно. Хотя, думаю, продавать я точно ничего не буду, потому что, опять же, денег в этой игре у меня может быть сколько угодно. Достаточно будет просто вернуться в Battle of Chateau, то бишь, в боевую крепость эту самую. И всё, собственно. Я буду богат, как никто другой, поэтому, в принципе, продавать вещи мне абсолютно не нужно. Даже всякие там жемчужины и так далее. Почему бы это не оставить себе на память, так сказать, в этой игре? Так-с. Вообще, город здесь довольно здоровенный, ничего не скажешь. Тут много всего находится. Это, собственно, я сейчас бегаю на огромной велосипедной дорожке. Очевидно, здесь как раз-таки проводятся гонки на велосипедах. Так что, очевидно, это всё место принадлежит одному городу. Так что, да уж, есть где побегать, есть что посмотреть. Везде кто-то сидит. Я всегда думаю очень осторожно насчёт того, какой покебол я использую, пытаясь поймать нового покемона. Ну, это, конечно, тоже логично на самом-то деле. Можно пытаться покидать все обычные покеболы в покемоны. На какого-то смысла, если у тебя есть более продвинутые уже? Опять же, если покемон действительно важен, то, конечно, надо пытаться поймать его самыми сильными доступными средствами. Не жадничать, короче говоря. Не скупиться. Ну-ка, что у нас ещё интересного? Глобальная торговая станция или по краткости ГТС. Без сестинений ты можешь использовать интернет-соединение, чтобы торговать покемонами с тренерами по всему миру. Кошмар, блин. Работа о говле это просто ужасно на самом-то деле. Жаль, что у нас здесь это одобряется. Все вносят покемонов в ГТС-систему, видишь ли. Ты можешь найти любого покемона, которого ты хочешь. Ну да, конечно, конечно. Если я мог найти всех, это нужно у кого-то их выпрашивать, всех этих покемонов. Эй, послушай это. Даже если у тебя никогда не было покемона, вернее, такого-то покемона или другого покемона, как долго ты знаешь его имя, ты можешь просто написать его имя в ГТС и найти покемона таким образом. Отлично, да? Ну да, если бы. Если бы всё было так просто. Просто потому, что у меня нету Wi-Fi, поэтому. Мне всё равно ваш ГТС даром не сдался, к сожалению. Я всё равно не могу никаких покемонов получить в трейде. Город Силэйдж. Город милых... Чего-то там. Строус, что-то такое. Ну, хрен с его знает. Тут, по крайней мере, с асфальтированной дороги. Это довольно-таки круто. Хоть и не везде такие, правда. Ну, ладно. Когда ты... Когда на позади покемона или ты на велосипеде, я просто люблю кататься. А, нет, вернее, когда на заднице покемона или на велосипеде, я просто люблю кататься. Да. Почему-то я не с первого раза понимаю фразу. Ну, ладно. Лучше поздно, чем никогда. Так, это велосипедный магазин. О, 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 да попожаловать, да попожаловать. Не прямо сюда. Ты очень вовремя подошёл, молодой человек. Ты знаешь, что ты сейчас наш десятитысячный... И первый клиент с того момента, как мы открыли... Магазин? Что? Да, удачливый ты. Ты номер 100001. Гениально. Если бы ты был номером 10000, тогда ты мог бы получить... Велосипед бесплатно, но... В общем, как бегун, так сказать, или типа того, ты должен... Ты всё ещё имеешь шанс выиграть мотоцикл, вернее, велосипед, ответив на наш короткий квиз. Если готов, мы идём. Вопрос первый. Велосипеды имеют больше, чем один цвет? Ну, как сказать, я вижу, там позади велосипед разного цвета. Бинг-бинг-бинг, ты прав. Я уверен, что кто-то, как ты, будет любить иметь один из наших велосипедов. Какой цвет ты хочешь, жёлтый или зелёный? Если это то, что ты хочешь хорошо... Или не то, что ты хочешь для хорошего... Короче говоря, выбирай осторожно. Жёлтый или зелёный? Интересно, какой цвет подойдёт к моему адидасовскому костюму? По-моему, жёлтый, по идее, должен подойти. Но я так люблю зелёный, на самом деле, больше, чем жёлтый. Поэтому, ладно, я буду выглядеть врывиглазно, но я выберу зелёный. Зелёный велосипед, это отлично. Теперь ты можешь кататься по всему калусу. Какие вы, однако, добрые. Я ведь всего лишь 10 тысяч первый клиент. Хе-хе, кошмар. Ладно. Зелёный велосипед, это отлично. А теперь ты можешь кататься по всему калусу. Ну, спасибо, что ж. Приятно, когда они дарят велосипед бесплатно. В то время как в некоторых рыбах они стоят миллион рублей. Да, уж это пусть кошмар. Ой, да, сейчас не могу пока что-то использовать зарегистрировать. Велосипедик, всё прекрасно. Теперь можно будет кататься с большей скоростью, чем на роликах, опять же. И это хорошо. Оба велосипеда роликовые коньки имеют свои уникальные очарования, знаешь ли. Ну, окей, почему бы и нет. Ты думаешь, что я могу быть ещё больше, ещё быстрее, если я попытаюсь кататься на велосипеде, пока ношу роликовые коньки. Да нет, ты скорее всего просто разобьёшься, потому что роликовые коньками будет неудобно крутить педали на самом-то деле. Это лучший велосипед, или типа того. Здесь много сувениров всяких, они выглядят полезными. Да? И почему-то их невозможно купить в этом магазине. Ну, фиг знает декор-то, есть декор. Фиг уж с ним. Так, ладно, теперь у нас есть велосипед. Ура! Блин, велосипед-то не мотоцикл. Ладно. Ну, опять же, конечно, ничего особенного не отличается, кроме того, что теперь он тоже может ездить в 8 направлениях, и только в 4. И можно ему, опять же, заезжать на все недоступные места. Эм, или нельзя. Ну, хрен знает, блин, ё-моё. Я думал, что можно. Видимо, тут можно только скатываться, а не ездить вверх. Ладно, хрен с ним. Я всё равно теперь буду гораздо быстрее, чем обычно. И весь такой красивый, продвинутый. Этот велосипед вообще зелёный, честно говоря, даже разглядеть не могу у него цвета какого-то. Ах, ладно, фиг с ним. Надо зайти в Покет-центр, там тоже могут быть интересные люди. Ну-ка. Фига нужно заглядывать во все места, так сказать. Мало ли где мне что могут отдать. Как-то ещё от этого. Хочешь ты продать лифт-диска за моего стиликса? Я бы, честно говоря, не отказался. Стиликс это же здоровенная тварь. Это же эволюция Оникса, если я не ошибаюсь. Или нет? А, ладно. Всё равно у меня нету этого лифт-диска. Это рыба, если я не ошибаюсь, лифт-диск. Так что, если я его найду, нужно будет сюда сгонять. Так много жизней было, вернее, было потеряно оба людей и покемонов, или что это? Я, похоже, что та ночь никогда не будет забыта, или типа того. Нет красивости, нет веселья в тех днях, жестокости, или типа того. Только боль, будущая часть, вернее, тут только боль, часть всего этого. Извиняюсь. Да, для жертв всей древней войны Каоса. Довольно интересный рассказ, правда, хоть я ничего не понял. Ну ладно, возьми 100 рублей, так уж и быть. Я же не жадный. А, это была песня, оказывается. Странно, я думал, это был просто рассказ из истории. Даже если покемоны из того же вида, покемоны могут иметь разные обилки. Ой, спасибо, Кэп, вы уже второй раз повторяете за эту игру. У меня есть зелья, и я абсолютно готова. Я вызову геймлидера сейчас. Приготовься, Грант. Да? И продолжает стоять на месте. Видимо, вызывать геймлидера принято, стоя на заднице. Ну ладно, на заднице. Так, ладно, что у нас здесь интересного? Покеболы, покеболы, зелье. Вообще, мне нужно зелье набрать, хотя бы там парочку штук, а то мало ли на самом-то деле. Ладно, возьму штуки три. Потому что я буду вызывать геймлидера. Разумеется, нужно подготовиться ко всему, так сказать. Ну-ка, ничего больше годного здесь нету, к сожалению. Ну ладно, фиг с ним. Нужно, опять же, геймбейджики выигрывать, чтобы получать новые вещи. С трёх бейджиков появятся новые всякие шмотки интересненькие, поэтому можно будет спокойно... Ой, забыл покемона вылечить. Можно будет спокойно вызывать... Может быть, спокойно закупаться всякой хренью потом. Да. Но это будет ещё не скоро, опять же. Если я только до второго геймбейджика только сейчас добрался на... Какой там уже, тринадцатая серия, мне кажется, или четырнадцатая уже. Я уже запутался даже. Только сейчас мы добрались до второго геймбейджика. Вернее, ещё не добрались, разумеется. Мне же нужно ещё попасть к геймлидеру. Ведь вы же знаете, как в этой серии игр бывает, что геймлидер зачастую просто находится где-нибудь в другом месте. Тебе нужно их ещё искать и ждать, пока они придут и так далее. В общем, да. Ещё неизвестно, что нас ожидает здесь. О, ещё один Морил. Или Тазурил. Или всё-таки Морил. А, я всё время путаю их. Ладно. Это... Вернее, ты теряешь свои мускулы в своём сердце. Или типа того. Эм, хрен знает. Нет чуда в покемонах. Вернее, тьфу-то. Нет чудесного покемонов, которые... Эм... Хрен поймёшь. В общем, короче говоря, что ты вырос про массаж покемонов, очевидно. Который повышает их дружственность. Ладно. Что ж, привет там. Не хочешь ли ты дать мне помассажировать твоего Брексина? Ну, почему бы и нет, давай. Ладно, давай начнём. Нифига себе. То, что... Каким местом она его массажировала с таким звуком? Хех. Фью. Это всё. Я закончена сейчас. Массаж сделал твоего покемона немножко дружественнее к тебе. Ну, прости, я бы хотела, но я всё ещё устал от предыдущего массажа. Пожалуйста, возвращайся завтра. Ну, в общем-то, да. Хорошая тоже вещь. Можно спокойно массажировать покемонов. Повышать их дружественнее, как во всех играх, в общем-то, практически. Ох. Правда, да. Опять же... Чё это подумать-то? Нужно ещё не забывать вернуться сюда потом. А я у меня же обычно вылетает всё из головы, связанное с определённым годом. Сразу после того, как я из него выхожу. Ну, да ладно, ничего страшного. Привет там. Могу ли я дать тебе немножко сода поп? Только 300 рублей за бутылку. Да иди ты нафиг. Я буду здесь, так ты возвращаешься, если хочешь купить это хренатени. Да ну нафиг. Покупать ту вашу химическую мочу? Нет уж, я обойдусь, пожалуй. Мы пьём только чистую... Чистую грязь. Без всякой там химии и прочего. Прочи трепетения. Ещё флэчлинг. Все так любят флэчлингов, однако. Покемоны хороши в некоторых вещах, и люди хороши в других вещах. Если мы скомбинируем наши силы вместе, мы можем достичь большего. Ну, возможно, возможно, конечно, если вы перестаете их эксплуатировать, чёртовы уроды. Не хочешь ли ты взять небольшой опрос? Ну давай. Итак, вот вопрос. Какие из следующих ягодок лечат конфузию? Конфузию, конфузию. Печа берет, он лечит яд. Аспир берет, по-моему персим бер, если я не ошибаюсь. Да. Правильный ответ. Теперь следующий вопрос. Мувсвагер повышает атаку цели, но также причиняет какой статус-кондишен. Повышает атаку цели, очевидность тут конфюжен. Динг-динг-динг, у нас есть победитель. Фантастический ответ. Есть вот вопрос для тебя. Вот тут вопрос. Вот приз для тебя. Спасибо. Почему бы и нет? Вот комбо, который ты можешь использовать в двойной битве. И если один, вернее дай одну из твоих покемонов персим берри и заставь его соперника использовать свагер на первом покемоне. Его атака повысится и ягодка тут же вылечит конфужин немедленно. Тогда это сделает, тогда это позволит бить оппонента сильнее. Есть также много комбинаций в двойных битвах. Ну, возможно, возможно, но мне, конечно, особого толка от этого нет. О, два флешлинга в одном доме. Круто. И опять-таки, одна кровать на всех. Не знаю, как вы тут спите, да господа. Видим, под телевизором дрыхнут. Рион Каллас такой большой, что он имеет три разных покедекса. Интересно, как много покемонов здесь? Ну, 721, если подумать. И без учета покемонов из других поколений, опять же. Вот фу-то, наоборот. С учета покемонов из других поколений. Я уже просто запутываюсь, так сказать. Ладно. Это бы еще только начали оббегать все это место. Вот еще вон столько всех домов и прочего. Просто кошмар. Я люблю соединяться по голокастеру. Это чувствуется хорошо быть на свидании, или на всех там новостях, или типа того. Ну ладно, хочу быть в курсе всего, если я правильно понимаю. Так, магазин одежды. Это, конечно, не то место, которое мне нужно. Но почему бы не попрашивать людей здесь? Просто меняешь что-то так просто, как твою шляпу, может определенно изменить твой вид, или типа того. Эй, ты знал, что вещи в чем-то там меняются каждый день? Я заметил, потому что я здесь каждый день чувствую проверять их. Ну, молодец, что ж. Тут, конечно, есть всякие шмотки, которые можно покупать, опять же. Но какой в этом смысл? Можно разодеться как угодно, разумеется. Но я просто привык к самому адидасовскому костюму, поэтому я останусь с ним до конца игры. Как в других играх, в общем-то. Я просто к этому привык. Женственно и элегантно, или молодо-энергично. Ну, хрен знает, какой наркотик я принимать, я без понятия, честно говоря. Так, ладно, если ты ищешь разные футболочки, этот магазин определенное место для них. Так, ну, блин, тут все равно набор довольно скромный. Не то, что я хотел. Нету ни одной зеленой футболочки. Или футболочки с символом команды Плазма, и так далее. Поэтому это все равно не для меня. Так, ну-ка, что у нас тут еще есть интересненького? Светотерения, мы, наверное, и так знаем, свет эти ваши. Ну-ка. На гим это не похоже, так что можно бегать здесь везде свободно. Ах, ну, конечно, это опять отель. Добро пожаловать в отель Силейджа. Может быть, здесь тоже есть что-то хорошее. Голокастер был разработан тем мужиком Лусандре. В лаборатории, правда? Ну да, может быть, Лусандре, блин. Лисандром. Мне тоже довольно сложно выучить это имя. Сон не может выучить все жизненные проблемы. Ты должен позволить своему покемону отдохнуть немножко. Ой, спасибо. Хоть и, конечно, тоже точно не нужна для меня вещь, но все-таки. Ее тоже можно комбинировать с ягодкой при желании. Сон полностью устанавливает здоровье. И также вылечивает состояние статуса. Ну, это хорошо. Я просто люблю говорить с моим сном или типа того. А теперь стоит попытаться тоже. Вау. Какие вы, однако, добрые люди. Столько ТМов. Только стоит зайти сюда. Только покемон, который спит, может использовать говорение во сне. Когда спящий покемон использует его, один из трех других мулов, которые он знает... Эм... Уйдет или типа того. Goes off. Ну, хрен знает. Может быть, сработает, имеется в виду. Когда покемон эволюционирует, они выглядят как будто освободили новую силу, новый вид энергии. Вот что говорил профессор Роуэн из дальнего сина региона, пока он исследовал все это дело. Ну, да-да-да, Роуэн, мы помним. Эх, увижу ли я его с того когда-нибудь? Навряд ли, конечно. Покемонские профессоры привязаны к своим местам и никуда они обычно не бегают. Хай-яй, добро пожаловать. О, это идеально. Не хочешь взять это? Я получил это от гостя. О, спасибо. Так, клубок судьбы. Это просто выглядит неправильно, выбрасывать подарок, правда? Ну, да. Отдавать его кому попало тоже не очень правильно, на самом-то деле. Регион Калос это довольно хороший, всякое такое, но тебе стоит проверить мой регион. У нас есть город, в который ты не поверишь. А, неважно, ты увидишь его когда-нибудь. Да? Как же я его увижу, если я не могу выйти из своего региона? Это же вам не... Эм... Не Джоту, откуда может попасть в Канто. Ну, и опять наши, естественно, эксперты этих дурацких осил. Да. Я даже не буду, честно, опять его переводить. Так понятно, что он все то же самое скажет, так что ладно. Вы получили новую силу. Можете использовать призовые деньги и силу номер один. Ну, как круто. Ладно. Мне это не нужно, потому что у меня и так полно бабла, и все равно у меня есть амулет коин пока что. Потом я заменю амулет коин только на Lucky Egg, который повышает количество получаемого опыта. Ну, а когда уже покачается мой покемон основной до сотого Лелла, тогда уже поставлю какую-нибудь более эффективную вещь для него. Типа Лев Товерс, или еще что-нибудь подобное, что может помогать в битве хорошенько, типа подлечивать покемона и так далее. Посмотрим, в общем. Пока что рано обо всем этом думать. Ну-ка, следующий дом. Кафешка какая-то. Хорошо. В кафешках можно полюбоваться на пищу. И все, потому что пожрать здесь нельзя. Клиенты, кто хочет показаться своих дорогих покемонов, любят наши кафе. Ты хочешь потратить здесь время? Ну, запомни, цена варьируется в зависимости от того, где ты сидишь. Ну, ладно, сколько тут стоит посидеть? Нихая на себе! Да идите вы нахрен с такими сценами. Все, валите. Футы, я валю от вас. Вообще, какое-то издевательство, блин. Нет, конечно, есть смысл потратить деньги определенные, потому что там... А, ну хотя да, ведь смысл на самом-то деле есть, потому что там можно еще кое-что полезное получить. Например, нового покемона выучить и так далее. Ну, посмотрим, в общем, сейчас. Так, ладно. Ладно, так уж и будет жрите мои пять тысяч, козлы. Ой, кошмара. Почему я просто не могу в кафе побежаться, а? Что за дебилизм? Вещи меня ограничивают. Ну-ка, ну ладно. Кафе известно специальным соком. Наслаждайтесь. Нет, спасибо. Чаевые вам еще давать, блин, засранцам. Вау, фига я там выжрал. Алкоголь местный. Ну-ка. Я потратила время с этим Пиджиото на террасе, смотря на проходящих людей. Пиджиото. Вот новый покемон, который можно зайти в список. Когда я смеюсь, мой Пиджиото также смеется. Когда я грушчу, мой Пиджиото также грустит. Это правда. Как ты тратишь время с твоим покемоном, это зависит от тебя. Кстати, да, я вспомнил. Я именно что с Пиджиото ходил, когда я проходил в предыдущий раз Pokemon X. Вернее, с Пиджи, Пиджиотом и Пиджиотом, соответственно. Пиджиото, Пиджиот. Блин, именно практически одинаковые. Ох. И все что ли? Ничего больше интересного нет? Ну ладно. Да, мы уже уходим. Кошмар, блин. 5000 рублей выкинул зря на самом-то деле. Как будто я Пиджиото сам не мог найти. Ай, блин. Нет, нет, все, иди, иди нахрен, короче говоря. Дебильное кафе. Ой, дебильная идея вообще. Тратите бабло только, чтобы посидеть на террасе и ничего больше там интересного не увидеть. Просто гениально, блин. Ох, ну ладно. Всегда сложно для меня решить, какие вещи мне дать моему покемону. Дать мне ему что-нибудь, что повысит его сильные точки? Или что-нибудь, что прикроет его слабые точки? Ну да, действительно серьезный выбор. Поскольку, к сожалению, опций так много, что постоянно можно запутываться, так сказать. Ну да ладно. Кому как уже, кому как. Все, вроде бы основную часть города я исследовал. Наверное, блин. Опять же, времени так много это все занимает, к сожалению. Но что поделать? Приходится, приходится, приходится. Все обыскиваю, чтобы точно знать, что я ничего не упустил, так сказать. Вернее, надеюсь, что ничего не упустил. Я хочу стать лучше и сильнее, и тогда забраться на вершину, на башню мастерства в городе Шалур. Первые вещи, первые. Я отправляюсь, чтобы победить Гранта, гейм-лидера этого города. Да, вы все так говорите, никто почему-то не идет по-настоящему его побеждать. Так, ладно, дорога 10 мне неинтересна пока что. Я еще не доследовал здесь все. Так сказать, так что бежим. Искать дальше всякие вещички скрытые. Ага. Что-то есть. В гонке велосипедов я побеждаю с моими членами команды, чтобы завоевать победу, типа того. Ну ладно. Это довольно... Это как отношение между тренером и покемоном. Да? Ну ладно, вам виднее, конечно. Так. Кто-то прям на дороге бросает вещи. А если как будто оно под колесо угодит, так сказать, какая-нибудь палка, так сказать, прошенная вами. И кто-то разобьется и сдохнет, однако. Довольно грустный момент. Ладно, хватит все кофе принести уже. Ну-ка. Здесь кажется, я уже побывал и все вроде бы, да? Если я не ошибаюсь или нет. По-моему, я здесь еще и не был в этой стороне конкретно. Вроде бы да. Привет там. Могу ли я дать тебе? Ах да, конечно, конечно. Это моча, которую они продают здесь. Кажется, я в этом доме не был. Нет, был. Здесь у нас магазин. Ну все, все, все. Значит, я все обыскал. Можно сваливать уже наконец-то. Так, прекрасно. Город обыскан. И осталось всего лишь-то... Ой. Всего лишь-то добраться до гим-лидера. Свалим. Ну, в общем, да. Надеюсь, поведите его сейчас сразу же с один заход. Хотя это маловероятно, разумеется. Так, зайти пешком сюда нельзя, к сожалению. Придется ехать на велосипеде. Так, ладно. Ура! Эм. Что за издевательство? То есть вообще, где-то можно ездить на велосипеде. На какое время мне нужен этот велосипед, если он нигде не может ездить? Ой, привет. Опа. А вот и гим-лидер. Вот, дорогуша. Если ты здесь на гонку велосипедов, я боюсь, что ты опоздал. Гонка закончилась, и я взял первое место. Мне жаль, что ты пропустил это. Вот, позволь мне дать тебе этот ХМ Стрэндж. Возьми... Тьфу ты. Ну, короче, я просто дать его тебе. Если одиннадцатый покемонов использует этот мув, он может кидать, может толкать всякие большие скалы. Ну что ж, хорошо. Неплохо, когда тебе дается все так на халяву, и все эти ХМ в том числе. В любом случае, если ты хочешь использовать мув за пределами битвы, ты должен сначала получить бейджик от гима, которым я здесь заведую в этом городе. На этой ноте я хочу... я буду ждать тебя в гиме. Приходи вызвать меня при желании. Ну почему бы и нет, конечно же, я буду рад его вызвать, так сказать. Да, вот он его гимн, пещерка какая-то скромная. Так, ну ладно. Ну-ка. Ага, я так и знал, что здесь что-то есть. Вот ты так и знал прямо. Протеинчик, прекрасно. Любая вещь мне будет полезна, даже если она повышает характеристику всего лишь на одну несчастную единицу, все равно ей есть смысл сожрать. Так, ладненько. Не будем терять время. Атака Брексина возросла, прекрасно. Теперь буду более уверен в себе, видимо, чем обычно. Так. Не люблю, конечно, 50 раз бегать в одно и то же место. Спускаясь откуда-то там, пытаясь найти какую-нибудь маленькую вещь. Ну что поделать. Вещи хочется все-таки собирать. Так, ладно. Сейчас мы быстро мы еще раз покатимся, ничего страшного. Где-то у нас был подъем этот. Так. Ага, вот он. Все понятно. Интересно, если бы я мог покататься, поучаствовать в гонке, это как бы интересно выглядело геймплейно. Честно говоря, даже не представляю. Так, ну что-то еще есть. Я смотрю так. Кроме, кроме самой пещеры с геймлидером, можно еще что-то поискать. Ну хорошо. Потратим на это время. Еще так эта пещера есть? Ну охренеть, блин, а. Время от времени я прыгаю на мой велосипед и отправляюсь в гонку просто, чтобы получить удовольствие. Покемонская битва. Если покемон делает всю работу, это важно для тренера тоже двигаться. Ну конечно, тут тренер разжиреет и будет... Да и будет вообще просто выглядеть сволочью. Ай, блин. Заставляя своего покемона драться, ничего больше не делая. Так, ну ладно. В основном тренеры так и делают, к сожалению. Просто заставляют покемона драться и ничего больше не делают. Так, ну ладно. Выбора у нас немного. Так, нужно аккуратненько сейчас не свалиться здесь. Так. Блин, спешила так. Могли бы чуть более года, да, чем эти витаминки дурацкие. Ох, не вижу смысла их использовать вообще. Ну да ладно. Интересно, мне куда мне стоит сходить в первую очередь. Ну-ка, посмотрим на карту, секундочку. Куда идет это место-то вообще? А, все, я понял, я понял, куда оно ведет. Оно ведет в ту самую пещеру, в которую я уже ходил. Да, я же мог попасть в этот город как раз-то и через нее. Она просто была заблокирована необходимостью использовать стрендж. Да, стрендж. Я пока использовать не могу, поэтому все равно нужно идти к гейм-лидеру и завоевывать свой значок. Ну, как раз этим и займемся сейчас. Чтобы можно было в следующей серии уже оставить ее туда спокойно. Итак, гейм-лидер, 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 гейм-лидер. Итак, ладно. Огромная скала, я так смотрю. Ну-ка. Что вам скажет наш стандартный мужичок? Эй-эй, это будущий чемпион. Что происходит? Это скальный покемонский гейм. Но ты уже понял это, не так ли? Скальные типы великие, не так ли? Они слабы к стали, воде и всем типам вещей. Теперь проверь эту стену. Ты можешь забраться по ней, если начнешь цепляться за голубые камешки. Влево, вправо, вверх, вниз. Тебе нужно цепляться. Тебе нужно забираться, пробираться весь свой путь, чтобы достичь гейм-лидера. Да, понятно. Спасибо, Кэп. Так. Однако тут даже не поленились сделать такие красивые фигурные ворота. Так. Нифига себе, здесь можно везде лазить. Кошмар. Огроменная такая местность, однако. Просто кошмар. Вообще довольно интересно, разумеется. Но боюсь, что это займет слишком много времени. Серия бы уже, по идее, заканчивается. Ну ладно, куда же делать на самом-то деле. Сказано, сделано, полезли. К счастью, даже главный герой еще и замечательный скалолаз. Просто посмотрите, как он гениально лазит. Просто идеально. Красавец, сразу видно. Так, ну, видимо... Разумеется, Брексину здесь не место, к сожалению. Поэтому придется переключить его на Ивизавра. Так. Ну, может быть и баблом тогда обменяться. Ну-ка. Забрать вещь. Забрать ему леткоин. И у Ивизавра тоже дать вещичку. Ну-ка. Раз уж Ивизавра будет сейчас со всеми драться. Пускай он на мой леткоин и держит пока что. Потом уже обменяемся обратно. Ивизавр держит ул-шалку. Ну ладно, ул-шалка не нужна. Опять же, благо, что у меня есть травяной покемон. Конечно, будет проходить гораздо легче. Вот когда я проходил в первый раз, я не догадался его сразу же использовать. И мне здесь надрали задницу немножко. Но, к счастью, Ивизавр уже был у меня. Так что я все равно справился. Мне нужен перерыв, прежде чем это... После всей этой... После всего этого забирания и тренировки. Забирательства. Забирания. Забирания и отнятия, блин. Восходящая звезда. Странно. Разве не должны здесь работать какие-нибудь шахтеры или типа того? Ну, хрен вас знает на самом-то деле. Так, ладно. Надеюсь, Ивизавр не слишком маленького уровня. А то будет довольно печально. Ой, блин. Может быть и слишком маленького. Ну ладно. Я надеюсь, он справится. В конце концов, я ему тоже раскачал Affection до четвертого левела. Поэтому он может и выжить. Не понял. Эта травяная атака не имела успеха? Что, серьезно, что ли? Какого? Ну ладно. Может быть, две был просто не песчаный тип. Тут они песчаный, не скальный тип. Раз вот так слабо повреждает эта атака, блин. Вот дебилизм, а? Ну ладно. Давай Ивизавр, выживай. Че поделать? Надо было тебя, конечно, раскачать. Зря я этого не сделал. Долбанный скал еще кидает, блин. Дебилизм. Давай сдохни уже, тварь и чертова. Попробуй только выжить сейчас. Сдох. Ой, кошмар. Ну ладно, подготовимся к тяжелой и долгой битве. Что поделать? Может придется прерваться во время этого прохождения. Остается где-нибудь на полпути, чтобы отдохнуть, так сказать. Ну посмотрим. Пока что пытаемся выдержать, сколько, сколько сможем. Так сказать. Вау. Нифига себе, какая рыбища. Костяная, как будто ужас какой-то. Чудовище. Ну-ка. Ну хотя бы кого-то мы суперэффективно бьем. И то не идеально. Он всего лишь полздоровья снесло, однако. Да, это плохо. Ой, ты блин. Нифига себе. Вот это да. Давай, давай, Визавр, держись сможешь. Черт. Ну ладно, усыпление нам, конечно, пока что не помешает. Пока мы можем драться. Видимо, теперь придется переключиться на Брексин, а то боюсь, что и Визавр больше не выдержит сейчас ничего. Черт. Ну ладно. Он, конечно, может побороть всякую хренотень, типа статус эффектов. Но все-таки шанс довольно-таки маленький, так что лучше не рисковать. Левелап, это хорошо, но это мало, конечно же. Это слишком мало, чтобы победить. Ладно. Еще левелап. Яун. Кстати говоря, Яун довольно полезная вещь. Тоже может приведеться для усыпления противника, поэтому я, пожалуй, ее выучу все-таки на всякий случай. А то вдруг потом возможности такой не будет. Яун. Зевок, короче говоря, не Яун. Все, победил этого гада. Нет. А. No pain, no gain. Да, я знаю эту фразу, правда, я не помню, что она означает, поэтому не буду переводить даже. Ладно. Тебе нужно продолжать двигаться вперед. Если ты становишься, ты никогда не достигнешь цели. Ну, спасибо, Кэп, потому что я не догадался без тебя, что не достигну цели, если не буду стараться. Так, сладненько. Главное того время лечиться, опять же. Благо, что я догадался набрать всяких суперзелий, поэтому не всегда есть чем подлечить своего Ивизаврика. Так, ну ладно, буду пока что стараться использовать только его. Ему все-таки нужно качаться сильнее, чем остальным моим покемоном на данный момент. Так, куда же мне пойти, налево или направо? А вот хрен знает. Ладно. Вообще, я, конечно, предпочитаю в геймах тоже мочить всех тренеров абсолютно, без исключения. Ну, тут тупик. Возвращаясь, да поперся. Но обычно, в общем-то, по крайней мере, чем дальше... Тьфу-то, блин. Что я несу. Последних игр, короче говоря, нас просто не оставляют выбора. Нам просто нужно драться со всеми, и нам нельзя ни от кого увернуться. Поэтому ничего страшного. Если хочется побить всех, мы побьем всех. Нас все равно заставят это делать. Так. Блин, какой классный скалолаз, однако. Я просто поражаюсь. Хотел бы быть таким в жизни, блин. Уметь так цепляться за все. Так, за все препятствия. Ну-ка, что у нас тут? Ага, там какой-то жаробаз. Хотя, я смотрю, от некоторых потери все-таки можно увернуться. От редких, да? Например, от этого мужика. Зачем-то можно увернуться. Но я не буду рисковать и забочу его тоже. Я готов идти. Если ты думаешь, что ты можешь найти слабость в моей защите, иди ко мне. Что еще за педофильская фраза? Иди ко мне, жаробаз. Так, ладно. С хакерами, конечно, тоже дрались. С давних времен, так сказать. Они пока не меняются из игры в игру. Все те же самые рожи остаются. Правда, теперь он почему-то более бритый стал. Обычно они были обросшие. Такс. Ну, ладненько. Ему это не поможет в любом случае победить. Такс. Разумеется, сейчас наверняка выживет. А, нет. Я просто не добил его. А, черт. Ну, ладно. Конечно, плохо, что я не могу убивать теперь с одного удара. Ну, да ладно, ничего страшного. Давай, визаприк. Рви всех. Может быть, ты еще успеешь докачаться до третьей формы, так сказать, за время этого гима. Если повезет. Почему бы и нет. Так, ну, ладно. Лишь теплок не помешает в моем случае. Готов. Ох, битва это битва. Если ты, вернее, ты идешь ко мне, неважно, имеешь ты слабость или нет. Ну, ладно. Ничего особенного, в общем-то. Побил его, его, его и всех, в общем-то. Хотя это была битва довольно-таки слабенькая. Я ожидал, что мужик, который прячется в тупике, будет более опасным, потому что он прячется от меня. Ждет в засаде. Или типа того. Ах, ну, конечно, еще одна курица. Только те, кто имеет серьезный дух, могут пытаться вызвать гим-лидера города Силейджа. Значит, все остальные гимы можно вызывать без сильного духа, да? Типа так. Странная, конечно, у вас логика у всех. Так, ну, ладно, вам виднее. Ух ты ж, блин. Это еще что за чудовище? Ну, конечно, я бы уже видел, но все-таки я боюсь, что оно окажется не тем, кем я хочу его представить. То бишь, скалой. Ну-ка. Нет, все-таки скала, к счастью. Фух. Молодец, Ивизаврик. Надеюсь, если его сильно не побьет. Все какие-то там неэффективные даки против него. Так, ладно. Давай добивай этого гада. Я, правда, не знаю, влияет ли на покемона поглаживание после битвы, повышает ли он его дружбу или нет, фиг его знаю, без понятия. Может, это просто красивый эффект. Но, в любом случае, можно похвалить своего покемона за прекрасно поделанную работу. Так. Прекрасно. Брексин подвелапился. Хорошо, его бат. Сейчас все будут подниматься и подниматься и подниматься, что ничего страшного. И в каждой битве будем наблюдать, как кто-то поднимает свой уровень. Но обычно так оно и есть, на самом-то деле. Ой, блин. Так, ладно, рискнем его тоже порезать. Разве это скальный тип? Ух ты. А я-то думал, что это чисто психический. Но нет, видимо, не совсем. Я плохо определяюсь. Ну, просто я думаю, что если летает, то он уже психический, видимо, да? Хотя нет, тогда бы магнимает тоже был психическим. Ну, он же магнитно магнимает, это же логично. Ну и ладно, пофиг. Главное, что их можно резать и все. Кромсать, кромсать на кусочки всех этих идиотов. Так, неважно, к чему они там принадлежат. Левеллап. Да уж, я и говорю, после каждой битвы у тебя будет левеллап постоянно у кого-нибудь. Да уж. Еще один левеллап. Да. Это, конечно, круто. Слэш. Нет, Слэш нам не нужен. У нас же есть ретерн, зачем нам Слэш нужен? Такс, прекрасно. Еще один готов. Этот гимн ожидает тренера и покемона, как ты. Тренера и покемона? Ну, я не покемон вообще-то, я просто тренер. Хотя, конечно, я отказался бы быть покемоном, но все-таки. Тебе нужно вызвать себя. Я могу сказать, что ты и твой покемон имеете довольно сильные духи, чтобы понять это. Ну, ладно, что же. Зачту это за комплимент, типа. Такс. Самое главное, что я имею прекрасные навыки скалолазания. С самого детства, видимо, любил лазить. Прямо в пеленках лазил по скалам, типа того. Или, может быть, эти скалы просто такие читерские. И по ним легко лазить даже неподготовленному человеку. Такс, ну ладно. Нужно использовать еще зелица. Лизаврик уже немножко поврежден. Так, ну ладно, нас не остановит. Давай следующий жаробас. Знаешь что? Забираться сюда, это довольно... Это как разгадывать пазл. Это игра логики. Да? Серьезно, что ли? Ты настолько тупой, что считаешь банальное заползание по скалам игрой логики? Ну, хрен знает, в общем. Ладно, им виднее. О, еще рихором. Сначала я на рихорне катаюсь, потом я его избиваю. Ну что ж, такая вот справедливая жизнь. Что ж, ладно. По крайней мере, я знаю его реальный размер. Ну, вроде бы. Хотя, вроде бы все размеры в самой игре преуменьшены, опять же. Там ведь все персонажи, обратите внимание, все равно чибики. То бишь, у них большие головы и маленькие тела, на самом-то деле. То бишь, они не абсолютно в полный рост показаны. Хоть и не разного роста, но все-таки не идеально отображаются, как они и есть, опять же. Так, ну ладненько. Ноу спас. Ой, черт. Хотя, лучше, чем проба пасс. Так, стоп, всего эволюция, которая больше похожа на Марио. Как он уклонился от моей прекрасной атаки? Вот ублюдок, а? Ну капец. Вот начинается, походу, проблема у нас. Ладно. Давай, Визаврик, попробуй преодолеть это, если сможешь. Черт. Ну да, правда, опять же. Опять же, если мы парализованы, мы не можем атаковать первыми. Ну и ладно, главное, что атаковать можно хотя бы. Хоть как-то. Давай, Визаврик, ты сможешь. Добей этого гада. Блин. Задал кидаться мне камушками. Вот. Визаврик молодец. Даже не стал бороться с этим параличом. Просто его игнорируют, однако. Прекрасно, когда это происходит, однако. Просто идеально. Хорошо. Следующий. А, черт. Нужно было паралич бы вылечить. Ну ладно, может быть он еще немножко выдержит. Ты же выдержишь, Визаврик. Бедняга. Что ж я его так мучаю? Ой, блин. Ах ты ж, черт. Что это вообще за... Ага, понятно, понятно. Ну, в принципе, оно и понятно. Он же может сдавить противника своими кольцами. Так же, как он давил Пикачу в аниме. Такс. Оникс Брока. Ну ладно. Последний удар, если мы сможем, конечно, его нанести. Черт. Ну-ка. Вообще ни разу паралич, главное, не подействовал. Мой Ивизавр слишком крут для того, чтобы можно было задержать как-нибудь. Всегда всех порежет. Красавец, что ж. Я за него рад. Что он у меня такой крутой. Непобедимый. Ну вот еще левеллап, разумеется. И еще левеллап. Ха-ха-ха. Ой, блин. Кошмар. Импризом? Нет, не нужно. Это хренатень. Так. Похищает муф, если не ошибаюсь. Вроде бы. Ты довольно крут. Только... Или не правда гора, на которую я не смог забраться. Или типа того. Ну ладно. Я гора, это хорошо. Такс. Нужно тебе подлечиться, будет хорошенько. Может быть мне стоит начать... Больше стараться, или больше карабкаться, если хочу прокачаться. Типа того. Если хочу подвинуться. Ну и ладно, не важно. Кажется, это все уже, если я не ошибаюсь. Ну да. Вот он, геймлидер, собственно, перед нами. Ну да ладно. Я думаю, все-таки битву с ним я оставлю на потом. Пока что стоит отдохнуть. Подготовиться к этому. Подлечиться, так сказать. Поэтому самое крутое мы оставим на... Следующую серию уже. Потом битва с ним может оказаться сложнее, чем я думаю. Ну и поэтому все-таки лучше к этому подготовиться и немножко отдохнуть. Потом мы уже вернемся и со всем этим разберемся. Так что ладно. Геймлидер, красивая радуга за его спиной пока что подождут. А нам нужно слегка отдохнуть и расслабиться.